Вот такие мысли у наших гаражам, ну а прямо сейчас у нас в студии Инна Бережная, бухгалтер Инна, доброе утро. Доброе утро. Как ваше настроение? Настроение солнечное, прекрасное, почти летнее. Вы можете к нам обращаться. Традиционный вопрос, как бухгалтер начинает свое утро? Бухгалтер приходит на работу и сразу же начинает решать очень много разных вопросов, связанных с той или иной компанией. Но, как правило, утро у нас начинается с платежей, потому что время банковских платежей нужно успеть, как правило, это до 11 часов, и мы стараемся выполнить все платежки до 11. В основном с этого начинается наше утро. Так, а кто у вас дома в семье отвечает за финансы, за все платежи? За все платежи дома у меня лично отвечает супруг. Вы только на работе? Да, я только на работе. Я могу настроить финансы в чужой компании, но у нас в семье настраивает все супруг. Все традиционно. Вы знаете, прежде чем мы с вами придем конкретно говорить о бизнесе и как вообще необходим бухгалтер в бизнесе, я хочу, чтобы вы немного рассказали тоже о себе. Как давно вы работаете в этой сфере? В профессии бухгалтера я работаю уже более 19 лет. Все началось очень так интересно. Я работала секретарем-референтом, и руководство открыло небольшую компанию. И мне на стол положили документы, сказали, все, ты берешь бухгалтером. Вот такой сюрприз. Решили за вас вашу судьбу. Да, и как бы на самом деле я поступала на журфак, и, к сожалению, на бюджет я не прошла. И пришлось поступать на экономический. Поэтому вот так вот сложилось, что по этому пути я дальше пошла. Отучилась на курсах по бухучету, потом закончила университет, экономический факультет, и вот дальше пошла-пошла работать. Мне эта профессия очень понравилась, и я в ней осталась. Ну, я заметила, что вот по вашим социальным сетям, что вы еще и прямо соответствуете трендам. Мне кажется, вы немного себя как журналисты все-таки реализовали, потому что вы очень активно ведете свой блог, вы часто выходите говорить со своей аудиторией, у вас есть и сторисы, и также какие-то публикации, где вы говорите, рассказываете. Поэтому я думаю, здесь вы смогли совместить в себе и исполнить детскую мечту, только уже немножко в другом формате, и стать бухгалтером. Да. Это замечательно. Так, можете немного рассказать о своем опыте работы и о тех услугах, которые вы предоставляете? Я работала в разных сферах, и в торговле работала, и в производстве работала. Работала в общепите, мы с нуля оставили один из крупных ресторанов Бишкека. Вот, с услугами непосредственно тоже работала. Поэтому опыт достаточно большой, и наша компания предоставляет аутсорсинговые услуги, то есть у нас есть бухгалтерский консалтинг, бухгалтерское сопровождение. Точно так же в нашем штате работает очень опытный юрист, мы предоставляем юридические услуги именно в плане бизнеса, и у нас работает очень опытный кадровик, делопроизводитель. И если кому-то необходимо поставить дело производства, так сказать, на колеса, то, пожалуйста, обращайтесь, эта услуга у нас тоже есть. Ну, смотрите, к примеру, мы с Дашей предприниматели, партнеры. Даша очень хорошо считает, я тоже, в принципе, неплохо. Мы можем дебет с кредитом составить. Зачем нам нужен бухгалтер? Ну, предприниматели, как правило, вот так рассуждают, как мы. Я могу составить дебет с кредитом, но кроме дебета и кредита есть у нас налоги. И если неправильно что-то трактовать в каком-либо виде деятельности, то можно попасть на налоговые риски. Вот в первую очередь бухгалтер, он защищает компанию от налоговых рисков. То есть направляет руководителя в то самое правильное налоговое русло, для того, чтобы в дальнейшем, как говорится, не было мучительно больно, не пришлось платить штрафы, не пришлось платить какие-то лишние пени и доначисленные суммы налогов. И чтобы вот дебет с кредитом сошелся ровно, всегда нужно учитывать и налоги тоже, потому что это определенные затраты бизнеса, которые нужно отдать нашему государству, нашему бюджету. Многие, к сожалению, ну как-то пропускают этот момент. И потом вот, а где моя прибыль? То есть лучше все-таки бухгалтера нанять, чтобы потом избежать каких-либо проблем. Да, да. Ну сейчас у нас налоговое законодательство устроено таким образом, что немного бухгалтером должен быть даже простой человек. Потому что в 2023 году случилась такая ситуация, что очень многие люди продавали недвижимость и не знали о тех налоговых рисках, которые могут возникнуть просто от продажи своего же собственного жилья либо своих же собственных каких-то коммерческих помещений. И в 2023 году был проведен ряд коммеральных проверок в адрес физических лиц, где были доначислены налоги. И эти суммы были немаленькие. И именно из-за того, что люди не знали налоговое законодательство. То есть немножечко бухгалтером сейчас должен быть каждый человек, чтобы понимать, какой риск может произойти с покупкой даже просто недвижимости либо движимого какого-то имущества, той же машины. Потому что мы должны все, как физические лица, если имеем какое-то имущество, платить за него на вы. Я думаю, для того, чтобы не было проблем у наших зрителей, я предлагаю познакомить вас чуточку ближе и озвучить номер телефона 0503 00 2208. Вы можете всегда обратиться по этому номеру телефона. И команда ИНИ всегда вам подскажет, предоставит, более подробно расскажет, что вообще нужно, чтобы вы предоставили свои услуги. И также напрямую можно обратиться к вам через Инстаграм. Это главбух нижний слэш кейджи. Там также, я думаю, ваша команда ответит всегда и подскажет, как правильно обратиться к вам за услугой, как оформить. И я думаю, тогда будет чуточку меньше проблем в Кыргызстане. Мне бы хотелось, чтобы вы более подробно нам еще рассказали о том, какие вообще произошли изменения в сфере бухгалтерии за последний год, давайте ограничимся годом, в Кыргызстане. Ну вот в сфере бухгалтерии, в принципе, никаких изменений не произошло. А в сфере налогообложения, то есть то, с чем работает непосредственно бухгалтер каждый день, произошло действительно очень много изменений. За последний год у нас появились новые ставки налогов, которые мы, бухгалтера, между собой называем льготные, которые дают возможность более выгодно работать малому и среднему бизнесу. Вот, например, одно из самых первых недавних изменений, буквально свеженькое, вот этого года, 2024, то, что малому предпринимательству, которое может работать на нулевой ставке налога, то есть практически не платить налоги, это вот совсем малое предпринимательство, им подняли объем выручки с 8 миллионов до 15. То есть это уже колоссальные изменения, которые дают возможность нашим предпринимателям работать совершенно законно, не прячась куда-то в тень, да, и выходить на совершенно легальный уровень. Это мы говорим про работу по добровольному патенту? Нет, это не работа по добровольному патенту, это режим налогообложения на едином налоге. И там есть такая очень, как мы говорим, вкусная ставка единого налога ноль, где предприниматель от своей выручки не платит ничего, то есть ноль, да. Но здесь нужно соблюдение ряда условий, которые вот нужно соблюдать, и можно работать по этим ставкам. И на протяжении какого времени длится эти каньеры? На данный момент время не ограничено. Очень выгодно. Да, очень выгодно. Какие сложности могут возникнуть у предпринимателя в Кыргызстане, связанные с налогами, возможно, с какой-то бухгалтерской отчетностью, или еще с чем-то, вот именно, которые есть принципиально у нас? Вот здесь в первую очередь возникает такой момент с документами, как мы их называем, на приобретение товара. То есть у нас очень многие предприниматели, особенно то, что касается малого и среднего бизнеса, да, они стараются найти, где подешевле. И в основном это получаются какие-то рынки, то есть рынок Дордой, рынок Мадина, еще какие-то рынки, да, где можно оптом купить подешевле и потом привезти это в город и продать. Документы. То есть сейчас переходный момент у нас происходит. То есть я думаю, что все слышали, что патенты именно на торговую деятельность у нас отменят, да, и все индивидуальные предприниматели должны будут начать свою деятельность как ИП по свидетельству. И вот здесь очень многие люди не знают, что документы о приобретении товара должны быть. То есть схема побежал, затолкал в сумку, схватил ее и убежал, и поставил себе на витрину, так не должно быть. Должны быть обязательно документы, в которых написано, у кого вы купили, по какой цене вы купили, какое количество вы купили. Это первая проблема, с которой сталкиваются, я думаю, что 90% предпринимателей малого и среднего бизнеса. Крупные как акулы бизнеса, да, мы уже знаем, как, что, зачем и почему у нас поэтапно все настроено. А вот именно малый и средний бизнес в этом отношении у них возникают проблемы. Если, допустим, это обычный человек-перекуп, он на Дурдове закупил товар, здесь приехал, все перепродал, какие документы он может взять у продавца на Дурдове? В первую очередь сейчас это электронная счет-фактура. То есть электронная счет-фактура – это документ, налоговый документ, да, который говорит о том, что у кого вы купили, за сколько вы купили, по какой вы цене купили это все, да. Если нет возможности взять счет-фактуру, если вам не выписывают счет-фактуру, если мы говорим про базары, пока они работают на патенте, то хотя бы копию патента и накладную на товар нужно взять, для того, чтобы не возникло дополнительных налоговых рисков вот именно приобретения товара. Это вот первая такая трудность, с которой сталкиваются очень много предпринимателей. Вторая сложность – это у нас сдача именно отчетов. То есть не все предприниматели у нас обучены, и не все предприниматели у нас умеют сдавать отчеты, именно это их пугает, да, то есть я перейду на ИП, на патенте было все так просто, и мне придется сдавать отчеты, а вдруг я ошибусь, а вдруг вот это… Ну, в принципе, этого бояться не нужно, даже если будет какая-то ошибка, ее всегда можно исправить. Сейчас наши налоговые органы всячески обучают предпринимателей, как сдавать отчеты, что сдавать, как, почему, то есть совершенно бесплатно. Вот, мы тоже обучаем предпринимателей этому всему, поэтому всему всегда можно научиться, просто нужно захотеть это. Кстати, относительно патента, ИП, ЧП, можете рассказать, какие категории людей подходят под определенный вид? Вот по патенту, давайте рассмотрим раньше, да, могли работать предприниматели и работы, и услуги оказывать, и торговля до 8 миллионов сомок. Это оборот? Это оборот за год, но там были обязательные условия, что нельзя было привозить импорт, нельзя было отправлять товар на экспорт, то есть только купили здесь и продали здесь. Вот эти категории людей могли вот по торговой деятельности работать и по услугам. Сейчас на торговую деятельность патенты с 1 июля у нас совсем уходят, то есть их не будет, и предпринимателям придется перейти на единый налог, и ставка у нас предусмотрена для рынков 0,1%, это очень хорошая ставка для рынка, вот. А те предприниматели, которые работали по патенту, и вот они работают в городах, в селах, вне рынков, да, они могут выбрать либо ставку 0%, это вот до 15 миллионов сомок оборот, либо есть тоже очень прекрасные льготные ставки, это 0,5% по торговой деятельности и 1% по торговой деятельности, то есть вполне себе очень комфортные ставки налога. Услуги на патенте пока на данный период времени остаются, их не убирают. А что касается ИП, кто относится к этой категории? Индивидуальные предприниматели – это физические лица, которые работают либо по патенту и остаются физическими лицами, либо они начинают работать по свидетельству. Ну вот те предприниматели, которые сейчас работают по патенту, по торговой именно деятельности, с 1 июля они должны будут стать ИП по свидетельству. Вот так. Так, то есть получается, если я просто хочу оказывать какие-то услуги, либо пока что заниматься какой-то перепродажей, то я могу просто открыть патент и заниматься этой деятельностью? На торговую деятельность, я думаю, что вам уже не дадут открыть патент. Да, вам нужно будет зарегистрироваться, если торговая деятельность, то как индивидуальный предприниматель, по свидетельству и выбрать свой режим налогообложения. То есть кратко, если я хочу заниматься торговлей, значит сразу уже лучше открывать ИП. Если все остальное до 8 миллионов оборот, то значит добровольный патент. Да, там есть виды услуг, которые перечислены, которые подходят под патент, и если ваш вид деятельности есть там, то, пожалуйста, можете работать по патенту. Ну, мы также знаем, что вы обучаете бухгалтеров. Да. Расскажите подробнее о ваших курсах. Мы открыли свой образовательный центр, оборудовали свой собственный класс в офисе для того, чтобы преподавать. Я сама преподаю, и мой курс, он составлен так, чтобы человек получал не только теоретические знания, но и практику. То есть, когда очень-очень много теории, голова нагружена, человек попадает, так сказать, в поля, да, и все. И теряется, не понимает, не знает, что делать, как делать вообще, что и как. Поэтому особенность курса именно в том, что человек и теорию захватывает, и практику параллельно, чтобы он уже вышел с курса и понимал, если он даже сядет на место просто бухгалтера, да, он понимал какие-то простые элементарные вещи, что если ему на стол положат какие-то документы, он сможет совершить определенные действия. Нужно ли иметь какую-то подготовку перед тем, как к вам прийти, или человек может быть с полным нулем? Ну, какая-то подготовка, это я думаю, что 11 классов школы обязательно должны быть закончены, потому что там у нас все-таки математика и логика присутствуют, а так в принципе нет. То есть, я думаю, если все-таки мы решимся открыть свой бизнес, мы можем прийти к вам, прийти у вас обучение, и не обязательно мы с тобой будем супер-классными бухгалтерами, но, например, наш бизнес не будет страдать, и мы будем, дай бог, в плюсе. Да, но как мы можем записаться к вам на курс? Необходимо будет написать нашим менеджерам, менеджеры ответят вам, когда будет набор на поток, какие условия обучения, вы получите всю необходимую информацию и сможете записаться на курс. А вы поток, например, набираете как, допустим, каждый месяц или когда наберется количество студентов? Нет, на данный момент мы запускаем курс каждый месяц, с 3-4 числа, каждого месяца мы запускаем курс, у нас он длится, обучение длится месяц, так в таком режиме мы проработаем до, я думаю, августа месяца. Потом в сентябре будет довольно-таки такая серьезная трансформация самого курса, и обучение будет чуть-чуть подольше, и программа немного изменится. Ну а для тех зрителей, которые, возможно, хотели бы, мечтали бы стать бухгалтерами, или которые хотят открыть свой бизнес и понимают, что им необходимы знания в этой сфере, вы всегда можете записаться на курсы по номеру телефона 0503-00-2208, и также обратиться напрямую через инстаграм Инны, главбух, нижний слэш кейджи, и всегда команда ответит и даст более подробную информацию, когда стартует курс, точную дату и все остальные подробности, я думаю, это уже будет позже. Сейчас курс уже набран, и он идет? Или вы набираете? Нет, сейчас идет уже поток, мы набор делаем на июнь месяц, То есть сейчас идет набор именно на июнь месяц. Да, так что сейчас потрясающая возможность записаться и уже в июне провести лето не только весело, но и использовать для себя и для своего бизнеса. Мы с вами поговорили о том, как заниматься деятельностью по патентам, по индивидуальности, как индивидуальный предприниматель, перепродажа с гордой, или, возможно, других рынков, но, конечно же, сейчас многие люди занимаются маркетплейсами. Да. Да. Расскажите немножко подробнее об этой сфере. Здесь в этой сфере, на самом деле, очень много подводных камней, потому что у нас для нашего Кыргызстана это новая такая сфера, которая дала такой бум в 2023 году и сейчас продолжает давать его. Здесь есть риски, опять-таки же те риски, которые не учтены. И первый риск – это отсутствие документов, конечно же, отсутствие документов на товар, потому что, к сожалению, у нас все занялись маркетплейсами, да, послушали курсы, как это все, что это, побежали, открыли ИП, и вот все-таки, так сказать, наступили на первые грабли отсутствие документов, да, нет документов на товар. Далее возникает вопрос очень часто, с чего же платить, что же наша выручка, то, что нам пришло на расчетный счет, или та сумма, с которой мы продали, тоже здесь определенные свои подводные камни. Возникало очень много споров и разногласий в ставке налога, да, то есть либо это 2% как безналичный расчет по торговой деятельности, либо все-таки это какие-то обезличенные субъекты. У нас где-то там вот в налоговом законодательстве есть такие товарищи, да, это вот на маркетплейсах, либо это продажа им, и ставка 4%, да. И здесь на самом деле первое, нужно все-таки себя обезопасить и брать документы о происхождении товара. Это самое первое, что необходимо делать, да. Второе, очень многие не знали, что нужно, оказывается, отчеты сдавать. То есть нужно показывать свою выручку и не только платить налог, но и сдавать отчеты. Да, отчеты нужно сдавать. Если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, отчеты – это ваши ежемесячные друзья, которых нужно сдавать. Потом возникал вопрос вот с этой ставкой налога, и здесь мы рекомендовали писать письмо в Министерстве экономики, чтобы оно нам дало конкретный ответ, что да, если вы торгуете на маркетплейсах, то вы применяете ставку единого налога 2%, потому что налоговая говорила, нет у вас 4%, потом нет у вас 2%, и в общем, чтобы себя обезопасить, в принципе, я рекомендую написать письмо в Министерстве экономики, чтобы они вам четко ответили, что вы применяете ставку единого налога 2%, чтобы потом не возникло разногласий с налоговой. Ну, значит, все-таки люди, которые занимаются маркетплейсами, они обязаны также сдавать и отчеты, и платить налоги, и все, что связано с этим делом. А что касается фрилансеров, люди, которые работают на биржах, в интернете, онлайн, сами на себя условно? Здесь либо можно взять патент, опять-таки же, на свои услуги, в зависимости от того, какие услуги у вас происходят, да, если у вас идет торговая деятельность, очень много торговой деятельности происходит через Инстаграм, да, и здесь, опять-таки же, нужно зарегистрировать ИП, обязательно нужно сдавать отчеты и платить налоги, вот. Либо, если нет вида деятельности, который по патенту, вот, то вам необходимо зарегистрировать ИП и выбрать систему налогообложения, в соответствии с которой вы будете дальше работать. То, что касается бирж, это все-таки финансовая деятельность, да, здесь не все так просто, здесь нужно изучить налогообложение более внимательно, да, и уже определиться, как регистрироваться и в каком русле работать. Инна, мы вас благодарим, к сожалению, время нашего эфира ограничено, и с вами было очень интересно поговорить, я думаю, мы много узнали полезной информации, в особенности это о новых направлениях, маркетплейсы, инфлюенсеры наши дорогие, и которые тоже проводят разные свои курсы, запускают, и это не всегда под контролем, поэтому спасибо вам большое, действительно информация была ценная, но я также знаю, что к вам можно записаться и на консультацию. Да, можно. Да, то есть точно так же по тем же номерам, тогда я сейчас озвучу, продублирую, номер телефона 0503-002208 и инстаграм главбух нижний слэш кейджи. Я думаю, ваша команда уже сейчас на старте отвечать по любым вопросам, по поводу консультации, по поводу записи на курсы и так далее. Спасибо вам большое, что вы сегодня это утро встретили в нашей студии вместе с нами, поделились полезной информацией не только с нами, но и с нашими зрителями. Мы вас благодарим, хорошего вам дня, спасибо, что были сегодня. Вам спасибо большое, что пригласили, вам тоже хорошего дня. Спасибо. Ну а мы продолжаем наш эфир, и прямо сейчас программа «Утро со вкусом».